На улицах городов и в степи. Белорусов в Казахстане тысячи. Туристов и с синёкой тоже много, но сейчас речь о тракторах. Вот один расчищает от снега площадь у президентского дворца в Астане. А эта рабочая лошадка на бескрайних степных просторах закладывает основу урожая. Мы начали сеять пшеницу. 200 гектаров мы досеяли. Трактор показал очень хорошую производительность. Смену он делает 60 гектаров. За сутки 120-130 гектаров. Белорусскую технику в Казахстане знают и любят ещё с советских времён. И трактор «Белорус» по-прежнему хедлайнер-продаж. В 2024-м здесь уже реализовали 4000 машин. И это 155% к уровню прошлого года. Рынок Казахстана традиционно занимает в экспорте в различные годы. Второе, третье место достаточно ёмкий. Мы оцениваем его в количестве более 5000 единиц. Техника «Белорус» используется практически во всех областях народного хозяйства Казахстана. Это и сельское хозяйство, и жилищно-коммунальное, и строительно-дорожное. Отзывы достаточно хорошие. Техника МТЗ достаточно надёжна. По цене, по критерию сна-качество не имеет аналогов на рынке Казахстана. Раньше тракторы доставляли в Казахстан в виде конструктора и собирали на одной из трёх производственных площадок. В Кастанае пошли по пути локализации производства. С мая здесь сами изготавливают кабины. А это уже казахстанская составляющая. Объясню, почему она так важна. Правительством страны предусмотрены существенные налоговые льготы для местных производителей. Неплохие преференции и для покупателей такой техники. Предприятия, выпускающие технику в Казахстане, могут рассчитывать на поддержку государства в виде освобождения от уплаты инфляционного сбора, а также от уплаты НДС. Мощность новой линии до 10 тысяч кабин в год. Созданы новые рабочие места. Кастанай называют городом машин. Сегодня здесь собирают и изготавливают самую разнообразную технику. От легковых автомобилей до комбайнов. К слову, последние, родом из Беларуси, тоже хорошо знакомы азиатскому рынку. Казахстан в силу истории на момент распада Советского Союза не был настолько модернизирован в промышленности, как Беларусь. И поэтому сегодня белорусская страна помогает по многому восполнить тот необходимый потенциал, который нужен Казахстану именно в области сельхозтехники, в первую очередь для сельского хозяйства. Великий батыр степи на белорусском комбайне. Золото без крайних полей в Казахстане убирают машины, созданные в тесном партнерстве двух стран. Рынок Казахстана очень привлекателен для производителей. Сельское хозяйство здесь обладает значительным, но недостаточным парком машин. При необходимом технологическом уровне обновления не менее 10% в год, замена старых комбайнов и тракторов производится в пределах всего 3%. Поэтому простор для деятельности производителей сельхозтехники в Казахстане действительно широкий. Производительные и надежные – так про белорусско-казахстанские комбайны говорят местные фермеры. В этом году страна собрала урожай в 22 миллиона тонн зерна. На страде были задействованы почти 38 тысяч единиц зерноуборочной техники. Среди них и новинки из Полесья. В этом сезоне мы запустили совместное производство с Гомсельмашем, новую модель ЕСИЛ 740-01. И он уже трудится на одном из крупных холдингов. Отзывы у него отличные. Мощность двигателя увеличена. Больше появилось электрокомпонентов, которые улучшают и упрощают работу оператору. На казахстанском рынке белорусская зерноуборочная техника продается под брендом ЕСИЛЬ. Имя машине придумывали всей страной. В адрес предприятия поступило свыше 400 предложений. Остановились на ЕСИЛЬ. Это название самой длинной реки в стране, русло которой пролегает по территории всех зерносеющих регионов Казахстана. Сотрудничество машиностроителей двух стран началось 15 лет назад. За это время казахстанские специалисты освоили выпуск многих компонентов. Сегодня уже без малого 40% комплектующих выпускают на месте. Локализация производства и промышленная кооперация в деле. Изготавливаем много мелких деталей. У нас есть свое литейное производство. Это детали, которые отливаются, обрабатывается, механическая обработка. Мы изготавливаем трапы, лестницы, оперения, множество деталей мелких. По объему белорусского экспорта Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров в Беларуси и является вторым среди стран СНГ. Вскоре в двух столицах будут реализованы масштабные имиджевые проекты. В Астане появится белорусский квартал, а в Минске – казахстанский. К слову, продажа белорусских строительных материалов также в топе экспортных позиций на азиатском рынке. Этот квартал должен в том числе стилистически отображать белорусскую культуру, казахстанскую культуру. В следующем году, наверное, уже начнется строительство. Причем кварталы будут немаленькие. Это высотные жилые дома и порядка 40 тысяч квадратных метров в Минске, и порядка 54 тысяч квадратных метров в Астане. И, конечно, в белорусском квартале в Астане обязательно будет магазин с нашими товарами. В этом году Казахстан в полтора раза увеличил импорт мяса. Больше стали завозить и наши молочки. Мы вообще берем пармезан. Сын у меня любит, например, с лисичками. Младший он голландский, потому что он плавится. За продуктами из Беларуси покупатели идут в одноименную торговую сеть. Белорусские продукты номер один работает уже 7 лет и объединяет почти 170 магазинов по всей стране. Ежедневно 20 фур с белорусскими сырами, колбасами и молоком берут курс на Казахстан. Поставки каждую неделю. То есть каждую неделю к нам заходит машина со свежей, вкусной продукцией. Машины оборудованы холодильниками, специальным холодильным оборудованием. Выдержана определенная температура, как положено. Приемка осуществляется, как положено, по стандартам санитарной и педагогической станции. С белорусскими производителями ритейлер работает напрямую. Контакты налажены с полусотней компаний. Начинали исключительно с продуктовой линейки. Теперь появился островок с белорусской химией. В планах продавать и домашний текстиль. Увеличить представленность белорусской продукции на рынке Казахстана при определенных условиях возможно как минимум на 200-300%. Белоруссия вообще стала в Казахстане трендом, потому что люди знают, что это качество, это нормальная доступная цена, что там нет никаких добавлений. То, что если написано, то там это лежит. То, что ваше правительство следит за качеством. И, ну, в общем, продукция идеальная. Я не бывала в Белоруссии. Я вот только два года, как, допустим, начала вот этот вот кушать товар. И прям начала интересоваться вообще и Белоруссией. Смотрю в ТикТоке. И, конечно же, когда-нибудь хочу съездить туда. Вот такая вкусная дипломатия. Если в цифрах, то на протяжении последних трех лет взаимный товарооборот между Белоруссией и Казахстаном превышает миллиард долларов. Страны планируют выйти на рубеж в полтора миллиарда. Ольга Масловская, Максим Смыков, СТВ, Неделя, Казахстан.